Hello, beautiful people! Cat Ken is in the house! 14 февраля грядет, совсем скоро день Валентина, и я предлагаю сегодня поговорить о любви. Начнем с фразы из песни «В воздухе витает любовь». Ну-ка быстренько, кто вспомнит? Love is in the air. Вот так нужно сказать «В воздухе витает любовь». Love is in the air. Все знают песню. Начнем с простых выражений. Влюбиться в кого-то. To fall in love with someone или to be in love with someone. Все это знают. И еще есть очень крутое выражение у Эли Голдинг, есть оно в песне. I am falling for you. To be falling for someone или to fall for someone означает в них влюбиться. Тоже, пожалуйста, используйте. Есть еще устойчивое выражение to have a crush on someone. To have a crush on someone означает запасть на кого-то. Очень сильно и, как правило, ненадолго. Сейчас попробую на примере показать, как можно использовать и то, и другое. Например. Сначала я на него запала, а потом уже влюбилась по-настоящему. Вот так. Наверняка эту фразу тоже слышали. Влюбиться по уши мы говорим по-русски, а по-английски говорим to be head over heels in love with someone. Можно не обязательно говорить in love, можно просто сказать I immediately fell head over heels for Mark, let's say, допустим. Из этой же серии выражение to be smitten with someone or by someone. To be smitten это просто тебя смели с ног, да, можно так запомнить. Smitten очень похоже на слово смели с ног. He was so smitten with her that he was ready to follow her anywhere in the world. Он был так в нее влюблен, что готов был следовать за ней по всему миру, куда бы она ни пошла. Какая красота! Романтическая романтика! Еще, вот представьте, день Валентина происходит, и сидите вы на прекрасном романтическом ужине, и глядя своей девушке или парню в глаза, вам нужно сказать, что вы от них без ума. Какую мы фразу говорим? Правильно. To be crazy about someone. Baby, I'm crazy about you. Я по тебе схожу с ума. Еще мы говорим по-русски, они созданы друг для друга. В английском тоже есть такое выражение, и звучит оно как A match made in heaven. They are a match made in heaven. Этот союз был создан на небесах, если переводить дословно. Все мы естественным хотим, не только на день святого Валентина, встретить того самого, или ту самую, ту самую большую любовь. И вот для этого тоже есть выражение to be the one. Допустим, ты своей подружке говоришь, I think he's the one. Это означает только одно, я думаю, что он тот самый. Сюда же у нас относится he is the love of my life, он любовь всей моей жизни. Или, если смотрели Шрека на английском, там Фиона очень часто говорит, my one true love, моя единственная настоящая любовь. Так, все, влюбились, сидим на ужине, все хорошо, уже по уши, и crazy, и все такое. И теперь нужно делать предложение. Естественно, есть to propose, это сделать кому-то предложение, но есть еще и устойчивые выражения, которые означают то же самое. To pop the question. Эта фраза означает только одно. Но выйти кому-то, не выйти кому-то, предложить кому-то выйти за них замуж. Например, yesterday we were out for dinner, he went down on one knee and popped the question. Вчера мы были на ужине, он встал на одно колено и сделал предложение. Красота! И сюда же to get married, все знают пожениться, и есть сленговые устойчивые выражения, означающие то же самое. To get hitched или to tie the knot. To tie the knot, буквально как завязать узел, да? To get hitched, to tie the knot, to get married, это все одно и то же синонимичные выражения. И есть еще одно очень крутое слово. Удивительно, что в английском языке есть специальное слово для этого. И слово это to elope. To elope означает только одно. Сейчас объясню. Сбежать с кем-то с целью пожениться. То есть секретно пожениться с кем-то. Нет, именно сбежать, чтобы пожениться. Ну, вы понимаете, да? То есть это сложно объяснить, но вот в английском есть специальное для этого слово. Например, Да, вот в таком контексте, что не хочу большую свадьбу, давай просто от всех сбежим. И тихонечко, тайно от всех поженимся. И на этом будет, собственно, все. Ну и закончу на фразе, которой заканчиваются многие счастливые фильмы про любовь. И жили они долго и счастливо. Всем любви. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok